Вообще, в отличие от футбола, в УМА и с бойцами, и с представителями индустрии всегда была очень живая коммуникация до апреля вот этого года, к сожалению. Тогда отменился бой в Петербурге, об этом не получится не поговорить, и все тогда говорили, будет официальная формулировка UFC, вы ее получите, и все. Официальная формулировка UFC пришла, у вас был пост в Инстаграме. Это выглядело немножко, может быть, странно. Могли бы вы ответить на два вопроса. Первый, что случилось с боем в Петербурге, и второе, если рассматривать на уровне каких-то ошибок или еще что-то, можно ли сделать так, чтобы этого не повторилось? То есть, знаете ли вы, что нужно изменить теперь в своей подготовке, чтобы не повторилась та ситуация, которая была без боя в Петербурге? Я вернусь к начальному вопросу о том, что этого вопроса можно будет избежать, если ты не спросил. На самом деле, причина остается вся та же, то есть, она не то, что не поменялась, я снялся по состоянию здоровья, к сожалению, не получилось мне на турнире выступить. Какие-то подробности я не хотел бы комментировать в этом плане, ну, я также, скажем так, вещи, не хочу выпускать для всеобщего обозрения, скажем так. Вот. И большое спасибо UFC, что в этой ситуации они были на моей стороне, меня полностью поддержали. И настолько они уверены, да, что, ну, в какой-то ситуации, которая случилась, ну, опять же, доказываю, что это больше, ну, сейчас мы не то, что выучили ошибки, а просто мы регулировали, скажем так, все вопросы здоровья, связанные с тем, что случилось, поэтому то, что сейчас я разговариваю турнир в Москве, и, в принципе, об этом уже начали разговаривать буквально через, там, несколько недель после отмененного боя, уже говорить о том, что такое больше не повторится, поэтому, к сожалению, никаких подробностей я рассказать не могу и пока что вряд ли об этом узнать. То есть есть разговоры о том, что главе турнир в Москве начались еще, там, условно, в мае, в доле? Нет, сначала это будет турнир в Сочи. Ага. Я не знаю, это секрет или нет, но как бы... Не-не-не-не, мы не объявляли этот турнир, о чем речь мы не знаем. Нет, нет, мы его сейчас не объявляли, но, в принципе, мы как бы разговаривали о том, что будет турнир в России, мы обсуждали разные города, да, то есть я слышал о том, что это возможно будет в Сочи, в Москве, но, в принципе, мы все время были на связи после отмены поединка, достаточно быстро я уладил все свои проблемы, связанные с здоровьем в этом плане, но, к сожалению, в рамках времени, чтобы выступить в апреле, я бы это сделать не сумел, вот, то есть уже буквально к концу апреля, в марте я уже был в форме, уже не начал тренироваться. Мне кажется, что участие Александра в московском турнире и сегодняшнее объявление является лучшим способом показать всем, что все, что тогда происходило в апреле, позади нас, и что надо двигаться вперед. И сейчас есть сильный соперник, и надо фокусироваться, прежде всего, на настоящее мероприятие, что было бы? Я могу еще добавить, что, ну, просто часто журналисты и фанаты задают вопрос, ну, чтобы поинтересоваться, насколько ли болезни и травмы для меня были аргументом, там, сняться с боя и так далее, то есть, ну, на общий суд. Соответственно, мне в основном не очень хочется этого давать на общий суд, и для меня самым главным аргументом, что является, что для UFC это было причиной снять меня с поединка, соответственно, как правильно сказал Андрей, действительно осталось позади, и сейчас нас ждет очень красочный, жесткий, отличный поединок, которым я отдам долг за то, что не сумел выступить в апреле. Саша, отчаяк была вот идея, покрыть завесами тайны эту историю твоя, или это UFC сказал, что не, мы ничего не будем как бы говорить подробно, просто скажем про... Ну, это инициатива, естественно, это меня, то есть, ну, как, надо сказать, мне все вещи в жизни хочется вставлять на показ, скажем так, то есть, есть какие-то вещи, которые хочется оставить себе лично, я понимаю, что, действительно, практика общения фанатов и журналистов с бойцами UFC, она достаточно открыта, и европейский опыт нам показывает, что там, что бойцы, они супер открыты в своих ситуациях, но конкретно мою ситуацию я бы не хотел наносить их на показ. Было ли тебе обидно, когда ты читал информацию, в связи с тем, что как бы об этом не говорилось, то, что допинг или не допинг, ну, не знаю, было ли тебе обидно, и на фоне этого хотелось как-то сказать, что вот, на этой причине, чтобы об этом не говорили, чтобы тебя... Ну, во-первых, тенденция мировых праздников сейчас заключается в том, что очень часто, действительно, такие отстранения, они связаны с допингерными историями, я тех журналистов, которые это публиковали, понимаю, но простить не могу. На самом деле, шучу, в том плане, что я понимаю, что было много недоговорённого, недоговорённости, но для меня самого этот бой значил очень многое, то есть я на своими, там, да, и плюс, и моя команда, купили очень много билетов в залы, очень много знакомых я пригласил, я очень, как бы, интенсивно готовился к бою, мы его очень сильно раскручивали, я участвовал в всех дополнительных акциях, чтобы это было трудить, и я понимал, что подведу очень много людей тем, что мне приду сняться поединка, но, к сожалению, случилось так, как случилось, соответственно, говоря о том, что была причина веская, да, потому что я потерял много больше, чем каждый из фанатов, не посмотрев в один выбор един. Можно последнее по этой теме, будете ли вы использовать сейчас какое-либо спортивное питание, используете ли вы его, и будет ли у вас, например, какой-то спонсорский контракт с производителем, потому что пока, кстати, ваших спонсоров его нет, а для бойцов это обычная практика. Ну, дело в том, что конкретно спортивное питание в России не очень сильно идет на контакт в плане спонсорства, то есть, ну, не сильно, ну, я бы так сказал, то есть, нету сейчас достаточно крупного бренда спортивного питания, который могло бы сделать хорошее предложение бойцу, такому, как я, например, вот, чтобы мы с ним поработали, но, естественно, на подготовке есть спортивное питание, есть добавки, потому что для этого подготовиться бойцу очень сложно, ну, либо, если ты в Дагестане живешь в горах и ешь свежее мясо, вот, но в условиях города обязательно, конечно, необходимы добавки, витамины и все остальное, и также это все равно уже сегодня присутствует. Ну, примерно, там, 25 вопросов тебе на эту тему, но, тем не менее, раз твой бой уже анонсировали и сейчас сохраним, будешь ли ты пробовать, чтобы, например, ты вышел под исполнение живой 25-17? Ну, я как понял, у нас не получилось бы это организовать на турнире в Питере, вот, сейчас, на самом деле, до боя осталось не так много времени, ну, два месяца, с одной стороны, много, с другой стороны, не так много для меня, потому что у меня впереди очень большой этап и большой объем работы, и, наверное, сейчас заниматься урегулированием на эти вопросы, ну, как бы, так я больше не физически, да, а эмоционально, я, наверное, не стал бы, я, скорее, сконцентрировался на самом поединке, в первую очередь, если уже он проедет удачно, и у нас будет еще следующий опыт с UFC России, уже будем разговаривать заранее, долговременно о таком перформансе, скажем так. Реклама Уранжер! Уранжер! Продолжение следует...